МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ты за человек? Можно узнать по почерку. Сегодня день ручного письма. Так безопасно или нет? Сегодня активисты Общероссийского народного фронта проверили, как убирают дороги и тротуары Барнаула от снега и наледи. В рейд пошли вместе с чиновниками и журналисты. Напомним, накануне прокуратура вынесла представление главе столицы края о ненадлежащей уборке города. Но вместе со всеми в рейд отправился и наш корреспондент Илья Кочетков. Перекресток профинтерной Комсомольского для начала рейда выбрали не случайно. После обращения ОНФ здесь еще летом сделали пологие спуски с тротуаров. Но появилась новая проблема наледь. Тротуары, все-таки подходы к тротуарам. Мы считаем, что так как основные жалобы именно идут на этот фактор, должны быть в ближайшем состоянии. Потому что травма получается именно на пешеходных, на тротуарах, в пешеходных дорожках. Ну, мы сейчас оценим. То есть не только здесь к работам приступили, по подходам. Но есть замечания. Надо немного дорабатывать. С этим согласны и простые горожане. Нужно получше чистить, чтобы не было перепадов. Ну и хоть иногда какой-то антилед сыпать. Очень скользко. Вторая точка пересечения Чкалова и Комсомольского. Здесь нас ждет неприятный сюрприз. Куча снега на парковочном месте для инвалидов. Я предполагаю, что прилегающее предприятие парковку общего пользования очистило и не вывезло снега, как это должно быть, а складировало ее в этой точке. У нас этим занимается район. Дальнейшее наше действие – это, естественно, предписание на предполагаемое лицо. Но и это не все. Вопреки правилам благоустройства, бордюры от снега не очищены, из-за чего дорога стала уже. Пообещали – исправят. А еще уберут сугробы рядом с пешеходными переходами. То есть от самих водителей не видно пешеходов. То есть вот эти снежные завалы, которые мы видим сейчас, они закрывают. То есть людей действительно не видно. Потому что здесь можно подойти, промерить. Вот сейчас человек даже идет – это метр двадцать. То есть такое понятие, как треугольник видимости? Ну, то есть треугольник видимости здесь нет. Одна из причин того, что снег подолгу остается на обочинах, поясняет Антон Шеломенцев – нехватка дорожной техники. Ее в городе на 30 примерно процентов меньше, чем нужно. Не хватает и дворников. Правда, в ближайшее время обещали все нарушения исправить. Впрочем, сделать это придется и по предписанию прокуратуры. А следующая проверка ОНФ состоится уже на следующей неделе. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Поддерживать и не мешать. Вот такую простую формулу привлечения инвесторов, а также инициативных предпринимателей сегодня озвучили главы районов края. Руководители муниципалитетов вместе с представителями региональных властей обсуждали в Барнауле развитие экономики и социальной сферы региона. Анастасия Дороган выслушала. Демографию вновь нужно повышать. Ведущей в этом году направление соцполитики озвучила министр Наталья Оськина. Продолжительность жизни, кстати, тоже желательно минимум до 80 лет. Поэтому бюджет соцпомощи в 2019 составит 17,5 миллиардов рублей. На два больше, чем прошлый. Они пойдут на поддержку здоровья, получение жилья многодетными семьями и целый ряд льгот. В 19 муниципальных районах края отсутствуют утвержденные тарифы на тепловую энергию. В связи с чем у малообеспеченных жителей данных территорий снижен размер государственной поддержки. Ее посыл должны усвоить и главы районов в зале, как и депутаты и чиновники края. Друг друга слушали и делали выводы. Сегодня речь шла о сельском хозяйстве, дорожных картах, сфере труда, экологии и, конечно, экономике. Министр Павел Детятев доложил, что за прошедший год инвестиций края стало больше на 6%. И посоветовал коллегам на местах не гасить желания спонсоров долгими согласованиями. Необходимо сосредоточить усилия на сокращение сроков выдачи инвесторам ГПЗУ до 20 календарных дней, а разрешение на строительство до 5 рабочих дней. Глава Красногорского района с ним согласен. В его территорию за два года вложили 200 миллионов. В молочную промышленность, строительство дорог и ферм. А на очереди создание цехов по переработке зерна и мяса. Роль администрации в том, чтобы, знаете, я может быть скажу грубовато, но не мешать. Не мешать людям. Появилась инициатива всеми путями с ними поработать. Сообща планируют решить и проблему в районах пассажироперевозок. Удачен пример Троицкого района, где существование предприятия взяли на себя власти. У нас сейчас остается две проблемы. Это проблема выезда в Многоозерное село и село Горновое. Но проблема связана не с технической частью, а все-таки, наверное, с кадровым вопросом. Но в ряде муниципалитетов нет самой техники. Чтобы улучшить ситуацию, сегодня губернатор передал районным властям ключи от 150 автомобилей для школ и больниц. Освободившийся транспорт возможно переправить на перевозку пассажиров. Во всяком случае, троицкие власти именно так увеличат технопарк сразу на две единицы. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Так вот, новую технику получили сегодня именно школы и больницы, новые автобусы, передвижные реанимации и фельдшерские пункты. 81 автобус получили в подарок школы-края. Большая часть из них отправится в село. Весь транспорт оснащен по новым требованиям безопасности, системами навигации, экстренного реагирования при аварии и тахографами. Но не только школы, новую технику получили и больницы региона, в том числе уникальный мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Новизна его в том, что мы медицинскую помощь практически приближаем к дому пациентов. Мы охватим те населенные пункты, где нет фабов, где нет медицинских работников. Так в нашем районе это 15 населенных пунктов, где есть 5 человек проживают, где 20 человек. В таком пункте можно пройти обследование, сдать анализы, а при необходимости здесь даже примут роды. Районам края досталось 9 фабов на колесах. До сих пор в регионе был только один. Кроме того, муниципальные клиники получили 30 новых машин скорой помощи и 24 автомобиля экстренной. Кстати, школьную медицинскую технику приобрели в большей степени за счет средств федерального бюджета. Сегодня Алтай простился с летчиками, которые погибли во время плановых учений на Дальнем Востоке. Трагедия развернулась в Татарском проливе. Су-34 под управлением Алексея Овсянникова и Алексея Пайдыганова столкнулся с другим самолетом. Оба истребителя упали в Японское море. Барнаульский экипаж погиб. Тела были доставлены в краевую столицу накануне вечера. Очередь из желающих проводить последний путь летчика выстроилась еще задолго до открытия зала. Люди несли цветы, венки, не могли сдержать слез. Алексей Овсянников, уроженец Барнаула, выпускник Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Затем поступил в Краснодарское авиационное училище. У него осталась жена и двое детей. Коллеги и товарищи говорят о нем как об ответственном человеке, который буквально бредил небом. Ну, чувствовал хорошо, очень мечтал стать летчиком. Прямо это была такая мега мечта. Ну, только что с учителями общались, вспоминали его, скажут, что один из лучших учеников был. Второй пилот Алексей Пайдыганов родился в Вешкороле, но в последнее время семья жила в Барнауле. Похоронили летчиков на Булыгинском кладбище. Напомним, бомбардировщики столкнулись над Японским морем во время выполнения маневров. Пилотам удалось катапультироваться. Двое выжили, их спасли в ходе поисковой операции. В Троицком районе мальчика покусала собака, больная бешенством. Школьник пришел в гости к знакомым, где решил поиграть с питомцем. Укусы оказались незначительными. Сейчас ребенок проходит все необходимые медицинские процедуры. Мои коллеги, в свою очередь, дозвонились до специалиста краевого ветеринарного центра и узнали, как обезопасить домашних животных от бешенства. В ветеринарном центре уверяют, что бешенством питомцы заражаются не часто. Более того, это редкость и для городских бездомных собак. Особое внимание стоит обратить именно жителям сел в лесной местности. Желательно, по словам специалистов, регулярно прививать животных. Вакцинация бесплатная. Между тем, представители центра ветеринарии готовят документы на введение карантина по бешенству в Боровлянке Троицкого района. На прошлой неделе карантин ввели в Солоновке Волчихинского района. Ночеги заболевания обнаружили на двух жилых улицах села. Пять ножевых ранений. 48-летнюю женщину накануне нашли мертвой в одной из съемных квартир Барнаула. Как сообщили в Следственном комитете спустя две недели после убийства. Подозреваемым оказался 39-летний знакомый потерпевший. В настоящее время он задержан, и следователем ему предъявлено обвинение в совершении убийства. По данным следствия, днем 9 января обвиняемый, проживая в съемной квартире, после совместного распития спиртного со своей знакомой, которая пришла в гости, заподозрил ее в краже у него денежных средств. Инициировав конфликт, он причинил женщине пять проникающих ножевых ранений в обозгруной клетке. Вскоре в суд направят ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается. Жителям краевой столицы предложили проголосовать за общественную территорию, которую благоустроят в течение года. В список попали 49 объектов. Среди них парк-юбилейный, Абской бульвар, аллея медиков, Демидовская площадь. Подробности знает Ирина Корчагина. Голосование запустят 25 января на сайте администрации города. Итоги станут известны через две недели. В прошлом году по программе «Комфортная городская среда» были модернизированы Нагорный парк, Площадь мира, Ленинградская аллея, улица Молодежная, аллея Целинников, скверы химиков и адмирала Кузнецова. Ориентировочно для того, чтобы выполнить качественное, грамотное благоустройство, мы так для себя и горожанам предлагаем выбрать три территории. Основные работы должны провести до конца года. Объем финансирования пока неизвестен, но город рассчитывает на 105 миллионов рублей. Также в этом году в Барнауле благоустроят более 100 дворов. Они попали в список проекта «Комфортной городской среды». Заявки подавали сами жильцы. Больше половины территории требуют дополнительных работ. Это значит, что помимо основных – асфальтирования проездов, установки освещения, урны, скамеек – мастера оборудуют парковки и детские площадки. Эти работы под перечню подлежат софинансированию собственниками. Жители будут софинансировать 40% от дополнительного перечня. Добавим, что в этом году список дворов увеличился почти вдвое. На обустройство власти планируют потратить около 200 миллионов рублей. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Он бывает неразборчивым или размашистым. Сегодня во всем мире отмечают День ручного письма. Праздник был придуман, чтобы напомнить человеку об уникальности почерка. Наша съемочная группа решила провести эксперимент. А вот какой, расскажет Елена Кузовкина. У меня в руках три листка бумаги. На каждом написана одна и та же фраза. Почерк принадлежит моим коллегам. Ну, я этих людей довольно неплохо знаю. А вот что о них расскажет почерковед? Ну, иными словами, графолог. Сейчас мы это и узнаем. На самом деле с графологами мы погорячились. Оказалось, что в Барнауле представителей этой профессии нет. А криминалисты вообще считают графологию псевдонаукой. Иногда ее путают с почерковедением. Наши образцы мы показали специалистам криминалистического центра главного управления МВД. Максим Каспирович, например, с первого взгляда определил, что один из авторов почерка – мужчина, два других принадлежат женщинам. Красиво написано. Ну, в общем, интуиция по большому счету, да? Ему же мы предложили определить, одному ли человеку принадлежат вот эти непохожие друг на друга почерки. Сразу скажем, автор один и тот же – Елена Кузовкина. Что скажете? Вот это два одинаковых человека? Вероятно, да. Вероятно. Чтобы почерковеду дать однозначный ответ по-хорошему, ему необходимо как можно больше достоверных образцов для сравнения. Юлия Бакомякова после поверхностного изучения нашего текста тоже верно определила пол и дала несколько характеристик, которые, по сути, видны и обывателю. Мы можем определить психофизиологическое состояние пишущего, то есть определить, находился ли человек в алкогольном опьянении, либо страдает ли какими-либо заболеваниями, например, сердечными, тремор у него в руках присутствует. Это очень актуально в наше время, так как распространены сейчас мошенничества. Ничего сверхъестественного от почерковедов о себе мы не узнали. Текст, предоставленный нами, был, по их мнению, слишком коротким, да и писали мы его старательно, выводили каждую букву. Оказывается, по такому определить характер, возраст и профессию невозможно. Плюс от нашего сегодняшнего эксперимента все же налицо. Попрактиковались писать красиво, хорошие, добрые слова. Но, по сути, по старинке, от руки. С праздником! Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территории края сохранится теплая погода. В Алейске, Бийске и Белокурихе до минус 6. В Рубцовске – 10 ниже нуля. В Барнауле днем возможен снег, ветер южный слабый. В ночное время до 10 мороза, днем 8 ниже нуля. Всего лишь. Вот уж точно потеплело. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова